Всем доброго времени, супер, дорогие дамы и господа, уважаемые любители спорта! Итак, поводом для сегодняшнего видео стало очень грустное сообщение, которое поступило вчера. Вчера появились новости о том, что футбольник Умандижан, который выступал до этого времени в Суперлигии Умагистана, прекращает свое существование. И через несколько часов главный тренер команды Виктор Кумяков подтвердил все эти сообщения, сказал, что все там правда, правильно, есть задолженности у команды перед игроками по зарплате, за три месяца, говорят, уже ни разу ничего не получали от команды, а вообще есть даже задолженность у него с некоторыми игроками с прошлого года. И вот это, честно говоря, очень неприятное событие, которое произошло, что команда просто не доиграет сезон. Это, конечно, мы вообще не понимаем, как такого могло произойти, потому что столько денег выделялось в эту команду. Объясняем, что произошло. Произошло то, что уже вот сегодня молодежная команда, то есть дубль Умандижана, не вышла на матч против Пахтакора. И, естественно, Пахтакору техническая победа присуждена, а Умандижана техническое поражение. И говорят, что основная команда тоже не выйдет на следующий матч против Пахтакора. Это вообще, естественно говоря, какое-то безумие, что произошло. Мне, честно говоря, вот непонятно, как это было произойти, потому что еще совсем недавно Хаким области говорил о том, что команда ему не безразлична, что он сделает все для команды, у него будут большие успехи, какие он деньги тратит на команду, тоже рассказывал. И вот что произошло. Субтитры сделал DimaTorzok В принципе, тут возмущения Хакима мне понятны, и к нему претензий я особо не предъявляю. Да и сами болельщики Аннижана тоже говорят, что к Хакиму никаких претензий нет, что он все, что можно для футбола области сделал. Меня интересует другое. Кто заключал эти контракты? Самая маленькая зарплата 10 миллионов сумм. Да, в эквиваленте это где-то около 1000 долларов, и вроде бы это не так уж много, но для области в наше время это очень даже достаточное количество денег, и причем это самая маленькая зарплата. То есть игрок, который сидит на замене, почти не появляется на поле, получает 10 миллионов сумм и живет себе спокойно. Для сравнения, вот сейчас появится здесь зарплата учителей, учителя получают около 2,5 миллионов сумм. То есть в 4 раза больше простого учителя получает простой футболист и живет себе спокойно. Кто заключал эти контракты? Я считаю, что это вообще как-то нецелесообразное использование бюджетных денег. А вообще, знаете, есть и другая версия о том, что эта компания Уз Автомоторс решила отомстить людям за ту выходку, которую сделали депутаты. Депутаты подали заявление в антимонопольный комитет, что компания Уз Автомоторс занимается монополией, что они необоснованно повышают цены и так далее. И говорят, что компания за это решила отомстить людям и закрыла футбольный клуб Андижанской области, который они спонсировали. Но это все на уровне слухов. Об этом говорят просто в каких-то кругах среди болельщиков. Лично я в это не верю, потому что о том, что компания Уз Автомоторс перестала обращать внимание на футбольный клуб, слухи шли давно об этом. Я думаю, что это результат того, что как столько времени разбазаривали государственные деньги. Да, знаете, вот вроде бы страна другая. Не та страна, в которой Дима Егоров и Жека Савин постоянно говорят, что бюджетные деньги футбольных клубов – это главное зло. Но у нас те же самые проблемы. Если вы помните, в прошлом году выдача премиальных происходила прямо на футбольном поле. И тогда, когда открывали стадион после реконструкции, Хаким даже подарил машину некоторым футболистам и выдавал премиальные прямо на футбольном поле. В общем, в целом, это реальное разбазаривание государственных средств, которое происходило в течение многих лет подряд. И вот результат. Команды просто может не стать. Просто нет денег на существование в дальнейшем. Главный тренер команды Виктор Кумяков сказал, что такой анархии управления командой он еще не видел никогда. Я считаю, что вот неграмотное управление командой привело к таким вот последствиям. Знаете, кого мне жалко больше всего? Мне жалко простых болельщиков. Что им-то делать? Они ведь болеют за эту команду много-много лет. Команда была обоснована в 1964 году. Это реально древняя команда. Что им-то делать? Что делать простым маленьким ребятам, которые только вот начинают играть в футбол? Во что им верить? Куда им идти? Регион Андижанская область вообще сама имеет население 3 миллиона человек. И даже больше. Согласитесь, 3 миллиона это не так мало. Некоторые страны имеют меньше населения. И вот такой вот регион остается без большого футбола. Это реально кошмар. И такого допускать, конечно же, нельзя. Пока официального заявления о том, что команда прекращает свое существование и снимается с турнира, не было. И футбольный клуб Ахтакор пока вывесил афишу на завтрашний матч против Андижана. Не знаю, состоится ли он или нет. Я попытался связаться с руководителем фан-куба Андижана. Попросил прокомментировать ситуацию. Он ответил, хорошо, но давайте позже. Поэтому пока эту запись приложить не могу. Что касается, если они снимутся с турнира, то им, наверное, будут присуждать постоянно техническое поражение 3-0. Такое мы уже проходили. Когда-то футбольный клуб ОБОТ снялся с турнира. Но их тогда не было жалко, потому что они были команда новая, команда частная. Да и болельщиков особо у них не было тогда. А вот Андижан реально жалко. Ну что ж, всем спасибо за внимание. Желаю болельщикам Андижана не расстраиваться и поскорее вернуть свою команду, если, конечно, ее не станет. А всем остальным желаю счастья, здоровья. Ну и, конечно, пусть нашим футболом руководят реально те люди, которые заинтересованы в развитии футбола. Спасибо. До свидания. Не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok